Утро на Болткоме Утро на Болткоме Доброе утро Что это за тур Чему будете учить К чему призываете Каждый год На территории Латвии Поставляется То есть продается Где-то около 25 тысяч тонн Различных электротоваров То есть покупаем новые Ну и куда-то вложим Или откладываем Старую электротехнику Евросоюз поставил нам цель Собрать 65% От проданной Электрооборудования То есть если Купильновые Значит нужно сдавать Старые То что раньше мы делали Накапливали В сарайках В гаражах Ставили Ну это уже не годится Это одно дело Но другое дело Когда кто-то Выбрасывает На природу Иногда мы ходим По лесу И смотрим О старый холодильник Валяется Или там другое оборудование Ну это тоже уже Через чур Это второе А третье То что В этих старых Электротоварах Есть вещества Которые Или опасны Если они попадают В погружающую среду Там Тудь Кадми А другое дело Это то что Мы можем перерабатывать Эти старые Электротовары И использовать Материалы Для постройки То есть Для производства Новых Электротоваров Ну это В принципе Сущность Почему мы призываем Жителей Латвии Не накапливать Не выбрасывать А сдавать На приработку Или повторное Использовать Эти старые Электротовары Как это правильно Сделать Вот Так Ну начнем С того что В апреле Мае 28 магазинов Максим В 20 регионах Там Рига Дау Гаупил Срезик Немаду Будет Езжать Специальный Микроавтобус Ну то есть Большой Микроавтобус Где вы можете Принести И сдать Своё Старое Электрооборудование И участвовать В розыгрыше Призов Стоимостью 50 евро От максимум Будет Подарочная Карта Второй Этап Будет Когда С 1 По 30 Июля Когда мы Будем Призывать Людей Приносить Старое Электрооборудование На 58 Сокировочных Площадок По всей Латвии Венспилз Резекне Айскраукле Огре И 58 Это можно будет Найти В веб-сайте И посмотреть Где у вас Ближайшее Ближайшее Место Ну а если Кто-то не хочет Ждать И искать Специальные места Какие Основные Советы И вообще О каких Приборах Мы сейчас Говорим Ну скажем Старая Электробритва Это считается Вредна Для природы Или только Холодильник Который В котором Там И фреон И прочие Потенциально Опасные Элементы Да Очень легко Отличить Относится Или не Относится Это к Электротоварам То есть Все То что Подключается К розетке Стоком Или работает На батарейках Или на Аккумуляторе Это является Электротоваром То есть Любые Даже самые Маленькие Приборы Это все Нельзя выбрасывать Это нужно Специальным образом Утилизовать Да Вы назвали Бритву Да Если это Подключается К топу Или работает На аккумуляторе Это является Электротоваром Соответственно И Любой Миксер Любая Там На кухне Техника Тоже Тоже Да Совершенно Я Хочу Какими Действительно Опасностям Мы подвергаем Природу Когда Избавляемся От этих Приборов Неправильным Образом То есть Например Мы упомянули Бритву Вроде бы Маленький Товар Если Легко Можно Выбросить В контейнер Это Отвозится На Мусорную Свалку Полигон Это Закапливается Это Там И остается Потом Постепенно Это все Разлагается Разлагается Если Там Например Есть Аккумулятор Он Рано Или поздно Просто Откроется То что Там Внутри Никель Или Кадми Это Просто Уйдет В землю И тогда Это Уже Будет Вредить Окружающие Средние Если Батарейки Выбросили В лесу Это Еще Хуже Потому Что Там Ж Вода Животные А мы Потом Это Все Употребляем Это Что Касается Таких Относительно Небольших Приборов Та же Самая Бритва Или Скажем Чайник Нечто Подобное Миксер И так Далее А если Что-то Покрупнее Тот же Самый Холодильник То есть Крупногабаритный Его Пока Довезешь Но Во-первых Замучаешься Это Долго Тяжело И дорого Есть ли Какие-то Щадящие Сособы Избавляться Я согласен Потому Есть Этот Первый Этап Когда Мы Приезжаем Ну То есть Поближе Людям Я согласен Что Если У вас Есть Холодильник На Пятом Этаже Снести Потом Куда-то Увозить Но С другой Стороны Ну Нужно Нам Какое-то Усилие Со своей Стороны То есть Сделать Чтобы Потом Было Приятно Гулять По этому Лесу Или Пить Чистую Воду Вот Когда Спрашиваешь У людей Хотите Жить В чистой Природе Да Хотим Ну Будьте Пожалуйста Так Добры Ну Сделайте Какое-то Усилие Да Это Может И стоит Каких-то Денег Чтобы Отвезти Но Ходить По лесу Где валяется Мусор Но Это Никто Не хочет Нет Ну Тут Уж Действительно Разницы Нет Отвозить Старый Холодильник В лес Или На Специальный Полигон Это Надо Быть Не знаю Кем Чтобы Оставлять Подобные Вещи В лесу Раз уж Взялся То Действительно Будь Добр Довези До этого Специального Места Напомним В рамках Вот этого Тура Сортировки Электротехники Целый Июль До него Еще правда Дожить надо С 1 по 30 число Можно будет Вот эту технику На 58 Специальных Пунктов Доставить А вот у меня Сразу вопрос Вот господин Закулис Скажите А нельзя ли Например Сделать так Чтобы крупногабаритная Техника Уже Включала в себя Вот налог На ее Утилизацию Ну то есть Ну скажем Ну будет стоить На 20-30 Например евро Дороже Холодильник Но можно будет Позвонить по телефону И Вызвать службу Которая например Заберет этот Холодильник И Увезет его Как раз таки Вот специальное место Блестящая идея Это Вы назвали Это налоги Это называю Обсайм Нейкошина Смакса Да Плата за Хозяйственное То есть Но она Включает То есть Прием И переработку Савакшн То есть Спор Это уже Ну Как можно сказать Вот например Если бы там Купили в Риге Или даугаупился Или где Ну нельзя Поставить Одну плату Электротехники Технику То есть Ну габаритом До 50 сантиметров Магазин Должен Обеспечить Прием Бесплатно Обратно И это Вы можете Увидеть В этих магазинах Которые Я упомянул Что есть Специальные Контейнеры Яши Где вы можете Поставить И свой Чайник И свою Бритву И даже Батарейки Есть У меня Как раз Накопились Батарейки Вот сижу И думаю Что пора Отнести На самом деле Ну Давайте Сделайте Эксперимент Сходите Что у вас По близости Есть Какой магазин Где продается Это относится И к батарейкам Тоже Если магазин Продает батарейки Он обязательно Должен Поставить То есть Или контейнер Маленький Или яши Где вы можете Сдать батарейку Спрашивайте У продавца Я В моем случае Даже Не обязательно Спрашивать Я давным-давно Обратил внимание Точно знаю Магазин Который Часто хожу Там стоит Специальный Контейнер Для батареек Я вот Честно Давно Это Для себя Отметил И у меня Просто Скопились Эти батарейки Я недавно Менял В нескольких Приборах Надо Отнести Пойдет Для системы Работает Не работает Отнесите Батаре Надо еще Чайник Туда же Как-то Старый Засунуть Ну Чайник Да Это Ну Конечно Там Где продается Чайник Там можно Скажите Пожалуйста Гаспарас Есть ли Какие-то Исследования О готовности Жителей Латвии Действительно Совершать Какие-то Вот эти Дополнительные Телодвижения Тратить Время Нервы Зачастую Деньги Чтобы правильно Утилизировать Ну вот Назовем это Сознательностью Такой Экологической Сознательностью Каждый Второй Год Делаем Опрос Жителей И спрашиваем Насколько Они Сортируют Насколько Они готовы Что Что нужно Еще Сделать Чтобы Сортировали Больше Итак 2018 Год 28 Процентов Опросных Людей Сказали Что да Они Сортируют Электроник В 20 Году Это уже Было 38% Жителей Которые Сказали Да Мы Сортируем Конечно Мы не можем Каждого Проверить И Посмотреть Это Один Холодильник Или Одна Батарейка Но все равно Число Сознательных Людей Каждым Годом Растет Ну то есть Я так понимаю Как раз таки В 22 Году Будет Очередное Исследование Ну раз Должно Раз два года 18 20 Значит 22 Скажите пожалуйста Каспар Не кажется ли вам Что было бы здорово Делать в школах Например Какие-то Ну вот Постоянные Уроки Такого рода Потому что Мы же Говорим о том Что новое Вот поколение Которое будет приходить Нам уже на смену Если вот С детских лет Уже будут люди Приучены К тому что Да Это нужно делать Иначе мы Сами же себе Вредим И загрязняем Природу То тогда Может быть Этот процент Повысится Людей Сознательных Да Это уже происходит Латвийская Зеленая Точка Этим занимается Скажем так Уже Больше чем 20 лет Ну мы конечно Сами напрямую Не идем в школу Потому что Латвия очень много Школ Но для этого Есть Учителей Учителя То есть Те которые Преподают Там уроки Для биологии Или Даба Зинатес Не помню На русском Как это будет Да Природоведение Да Которые Рассказывают Людям Ну что не людям А ученикам И конечно Вот Разные Акции есть По сбору батареи Так Как по Макулатуре Есть Да Когда дети Не только Слушают Но и Собирают Ну конечно Самое лучшее Было бы Если Несли В специальных Местах Ну пусть Будет И так Пусть Несут В школу Батарейки И таким Образом Учатся Уже Как говорится Дальше Каждый день Заниматься Сортировкой Чтобы это Было уже Как обычный Повседневный Ряд Не только Акции Акции Хотелось бы Задать Вот какой вопрос Немножко Выйти за рамки Вот этого Тура Сортировки Электротехники Пользуясь Случаем Что вы у нас В виртуальных Гостях Пришло сообщение От одного Из таких Ну Исторических Производителей Пива Латвии Они Испытывают Дефицит Стеклянных Бутылок Это связано С Известными Событиями В Европе И сейчас Только-только Предприятия Начали Отходить От Пластмассовой Тары И Поняли Что в ближайшем Будущем Обозримом Как сообщается Будущем Цепочки поставок Будут нарушены И вот Дефицит Стеклянных Бутылок Придет к тому Очевидно Что опять Придется Отказаться От Планов Перехода На более Экологичную Тару И снова Вернуться К пластмассе Как Действительно Война на Украине И прочие События Тот же самый Ковид Отразился На подобных Вещах Не только На примере Производителя Каких-то Напитков Может быть Вы еще можете Привести пару Примеров Стеклянных Италии Не можем Конечно Сделать Новый Завод Здесь Ну То есть В Европе И Это Эти все Объемы Которые Прорабатываются В Украине И сразу Передвинуть На новый Завод Для Постройки Завода Нужен Год Полтора Иногда Ну И Конечно Инвестиции Почувствуем И Я думаю Что Эта война Повлияет Не в лучшую Сторону То есть Мы Должны Будем Пересмотреть Эти все Цели Которые Раньше У нас Было И Где-то Потянуть Пояс И Сделать Может быть Такие Не очень Хорошее Решение Ну Тем не менее Напомню Цель Собрать Собирать 65% Из Продаваемых Электротоваров Ежегодно 20 тонн Продается Новых Электротоваров Только В Латвии И В связи с этим Буквально Завтра Стартует Все Латвийский Тур Сортировки Электротехники О котором Нам рассказал Директор Латвии Зали Каспар Закулис Да То есть Ну Если будете В магазинах Максима Экскурсионный Автобус Присмотрите Вот До конца Мая Я понимаю Будет Как раз Таки Возможность Оставить Технику А затем Уже Будут Специальные 58 Мусоросортировочных Пунктов По всей Латвии Они Есть И сейчас Ну Просто Сейчас Вы можете Так Отнести А так Уже Возможно Будет Участвовать Конкурсы В Ройзе Подарочные Карты А Ну Тоже Приятно И приятно И полезно Огромное Спасибо Мы благодарим Директора Латвии Зали Спонгс Каспар Сазакулиса За Эту Беседу Ну И конечно же Очередной Раз Призываем Наших Слушателей С Пониманием Относиться К сбору И сортировке Мусора Потому что Это все Важные Важные Вещи Пускай Иногда И не самые удобные У нас С Олегом Небольшая Пауза В эфире После чего Мы вернемся В студию Вместе С гостями Из мира Кино Причем Из мира Латвийского Кино Есть очередные Новости Очередной Новый Фильм Это приятно Об этом Мы поговорим Мы знаем Вы Слушайте Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров